Знаете, я, в общем-то, для меня не явилась каким-то шоковым откровением, что за нами следят. Да, ну, разумеется, следят, разумеется. Разумеется, Цукерберг по малейшему сигналу из спецслужб Соединенных Штатов мгновенно выдает им любые логи, любые пароли и все что угодно. Это закон, извините, в тех же штатах, допустим, это закон, и против него не попрешь. Все там прекрасно знают. Но, с другой стороны, вот лично мне абсолютно все равно. Ну, следят, ну, лазают там по моему Фейсбуку какие-то спецслужбы. Мне все равно, мне скрывать нечего совершенно. То есть, я живу честно, поэтому меня не парит. Я не изменяю там своим женам, я не знаю, любимым девушкам, да, чтобы там прятать где-то информацию в Фейсбуке, черт знает, с кем там списываться. Вот, я не занимаюсь любой вообще противозаконной деятельностью, любого рода, любого характера. Поэтому, лично мне, пускай их хоть и последятся, лишь бы я этого не замечал, потому что я вообще не люблю, когда у меня мотыляется кто-то из посторонних людей постоянно на горизонте. Если они это делают, они это делают незаметно, и мне это безразлично. Вот, а что касается спецслужб, вернее, что касается Медведева, которого якобы прослушивали, я не знаю, достоверна ли эта информация, но я не удивлюсь, если она и достоверна. С другой стороны, очень сложно нашим спецслужбам обеспечить спецсвязь, которая положена там премьер-министру по рангу, очень сложно, наверное, обеспечить спецсвязь в зарубежных каких-то командировках. Я так думаю, может быть, в этом проблема была. Вот, но я думаю, что какие-нибудь серьезные разговоры, действительно серьезные разговоры, Медведев, наверное, не вел бы по достаточно доступным каким-то средствам связи, он бы, наверное, вел по своей спецсвязи, допустим, да, которую уже не прослушать. А уж если прослушают нашу спецсвязь, там кто-то где-то, спецслужбы других государств, то это проблемы уже, собственно, нашей спецсвязи, которую надо за это наказывать.